Уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать на нашем последнем вебинаре нашей вебинарной недели, на пятничном вебинаре, а также на моем последнем вебинаре, на котором я присутствую как спикер. В протяжении почти двух следующих месяцев я не буду вас радовать своими вебинарами как спикер, буду присутствовать только как организатор наших мероприятий. Как всегда, перед началом разрешите сказать несколько магических слов, которые я всегда повторяю в самом начале, в основном для тех, кто впервые ходит на наши вебинары. В самом начале нашего чата вы видите две важные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт, на сайт Директ Академии. Его главная страница это и есть расписание наших вебинаров. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары до конца июня месяца 18 года, до конца нашего учебного года. Хочу вам рассказать, чтобы вы еще раз просмотрели это расписание. У нас появляется, уже появилось и будет появляться в течение февраля более точное наполнение нашего расписания. Много интересных новых людей будет появляться у нас. Будут конкретизироваться строки там, где было написано, что выступают наши партнеры или тема не определена. Вот эти строки будут конкретизироваться и наполняться конкретными людьми, спикерами интересными. Так что милости просим еще раз проглядеть наше расписание. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором уже расположено почти 240 записей наших вебинаров и они все растут и растут. Каждый вебинар выкладывается на наш видеоканал. Этот вебинар тоже записывается и тоже будет выложен на на этот же видеоканал. Так что подписывайтесь на видеоканал, чтобы быть всегда в курсе того, что происходит. Далее, как всегда, хочу проанонсировать в данном случае не два, а три вебинара предстоящей недели. Предстоящая вебинарная неделя у нас очень интересная. Интересна она еще и тем, что она у нас, я ее назвал так, в джазе только девушки. У нас на будущей неделе все спикеры женщины. Вот, ну, может быть, надо было бы такую неделю дать ближе к 8 марта, но вот получилось в начале февраля. Вот, итак, в понедельник у нас Татьяна Телегина, самый популярный наш спикер вебинаров, проведет вебинар под названием «Второй вебинар из циклов иншуй для ВКР», который называется «Списки источников и ссылки». Следующие два спикера у нас впервые выступают. Марина Эйрштейн проведет вебинар «Практическое использование электронного учебного контента в курсе «История зарубежной литературы». Этот вебинар будет интересен тем... Ой-ой-ой, прошу прощения, я... Давайте я это удалю, я потому что не дал вам ссылки, а только название. Поэтому... Поэтому давайте сейчас я в не очень красивом виде это вам дам, вот так вот, не удаляя лишних строк. Ну, надеюсь, что ничего страшного вы разберетесь. А, вот так вот. Так вот, второй вебинар — это вебинар Марина Эйрштейн. Марина — доцент в Уфинском университете. И интересно, я так считаю, для вас она будет тем, что это обращение, ну, как бы, лицом к лицу. То есть это ваш коллега, который попробовал все те фишки, которые мы на своих вебинарах тщательно рассматриваем и стараемся ваше сознание каким-то образом внедрить, чтобы это стало вашими инструментами. Вот Марина очень активно использовала эти инструменты. Она ходила на курсы по электронному учебному контенту и, в конце концов, хочет показать вам результаты внедрения в конкретном предмете для формирования учебного контента для конкретного предмета. И, наконец, 8 февраля я с удовольствием вам представляю Елену Локтеву из Минска, которая проведет вебинар «Дополненная реальность учебных материалов». Ну, Елена во многом такое легендарное лицо в электронном обучении, в онлайн-обучении, создательница нескольких сообществ, сетевых сообществ, организатор школ электронного обучения, белорусских школ, на которые с удовольствием россияне ездили. В общем, приходите на этот вебинар, точно не пожалеете. Это очень интересный человек. Ну что ж, сейчас мы приступаем, наконец, к нашей сегодняшней теме. Тема «Продукт компании Директ Медиа», которая называется «Библиотека Nonfiction». Продукт предназначен для публичных библиотек. Это такая версия, версия нашей ЭБС для публичных библиотек. Ориентирована на их или на ваш, наверное, здесь много представителей публичных библиотек на вкусы ваших читателей. И с точки зрения реализации моделей, моделей монетизации, моделей оплаты, она подходит под публичные библиотеки. Сегодня будет недолгий у нас вебинар, потому что сам по себе продукт не такой сложный, достаточно простой, и с глазами читателя и глазами библиотекаря. Ну, впрочем, давайте начнем, и я вам расскажу тогда все подробнее. Итак, вообще небольшая предыстория. Являюсь агрегатором контента, и не только учебного контента, но и околоучебного контента. Основной проект компании Директ Медиа является университетская библиотека онлайн, это ЭБС для вузов, но собирая контент, агрегируя контент, мы не могли не задумываться над тем, что есть и некоторые другие потребители, которым могут быть тот контент, который мы собрали, может быть интересен, но неинтересно покупать университетскую библиотеку онлайн на тех условиях, на которые она продается для вузов, и с тем интерфейсом, продвинутым, богатым, который там существует, и который отражает реалии общения с вузами. Поэтому у нас есть несколько проектов другого рода, которые во многом повторяют идеологию нашей электронной библиотечной системы, но являются ее упрощенными версиями и адаптируемыми, что самое главное, не просто упрощенными, а адаптированными версиями с измененным интерфейсом, упрощенным и продвинутым в другую сторону. Среди таких проектов, кроме проекта библиотека Nonfiction, которая ориентирована на публичные библиотеки, есть проект Библиошкола, который направлен на работу со школами, бизнес-библиотека для работы с корпоративными заказчиками и так далее. Так вот, Библиотека Nonfiction – это наш проект для публичек, и он отличается и составом контента, и интерфейсом с точки зрения его упрощения и улучшения для данной области. Почему Библиотека Nonfiction – это наша специализация такая? Литература Nonfiction находится, если можно так выразиться, в промежуточном... Это промежуточный жанр между учебной литературой и художественной литературой. Если художественную литературу мы, по большому счету, у себя не собираем, ну, кроме некоторого количества неправной литературы, классики, то Nonfiction – это как раз то, что нас очень сильно интересует. Интересует и в применении к главному нашему продукту, потому что четкого разделения, конечно, между Nonfiction и учебной литературой быть не может. Всегда какие-то учебные и просвещенческие задачи решаются не одними учебниками, конечно, но некоторым пулом литературы, который лежит рядом, который повышает интеллектуальный уровень читателей. Итак, на нашей платформе собрана воедино уникальная коллекция большинства жанров нехудожественной литературы. Книги эти предоставляются по модели комплектования по требованию пользователя. Об этом мы поговорим позже. И именно эта модель удобна для Nonfiction, потому что позволяет сначала изучить мнение читателей, а потом принимать решение о списании средств со своего счета. Такой подход позволяет пользоваться максимально широким ассортиментом, оплачивая только востребованные книги. Другими словами, вы приобретаете возможность доступа сразу к 60 тысячам различных книг, но это пока только возможность, не оплаченная возможность, а как только возникает реальный спрос на какую-то из этих книг, то вы и принимаете решение о списании денег со счета библиотеки. Доступ к этим книгам предоставляется как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств, как из помещения библиотеки, так и из любого места, где есть интернет. Адрес библиотеки вот такой, очень простой. Дописываете просто слово LIP к... Давайте я все-таки этот адрес скопирую. В чат. Просто слово... Три буквы LIP к нашему основному домену. Вот. Можете посмотреть это прямо сейчас. Регистрация не требуется. Ну, без регистрации вы просто, во-первых, не сможете посмотреть сами книги, только оценить интерфейс, и не сможете работать в роли библиотекаря. Давайте пойдем дальше. Вот так выглядит главный экранчик библиотеки Non-Fiction. В некотором смысле он повторяет университетскую библиотеку онлайн, но сильно упрощен. Вот два больших блока. Это верхний блок, как всегда, наверх вынесен поиск. Это самое важное, что у нас есть в любом контентном ресурсе. Быстро что-то поискать. Ну и второй блок, который ниже лежит, это блок рубрикатора, в котором можно искать по жанрам, рубрикам и так далее книжки. Ну и на основное поле выкладываются самые популярные, новинки и так далее. Как я уже говорил, библиотека содержит свыше 60 тысяч специально отобранных изданий литературы в жанре Non-Fiction. Более чем 300 русскоязычных издательств Российской Федерации, Белоруссии и Украины. Фонд библиотеки Non-Fiction рассчитан на широкий читательский интерес и содержит книги по многим тематическим направлениям научно-популярную, деловую, образовательную, познавательную и так далее. Вообще направление Non-Fiction считается направлением для интеллектуалов, но тут понятие интеллектуала надо понимать, конечно, очень широко, потому что, например, популярная наука – это очень широкий круг литературы, то, что делает нас более просвещенными. Мы не можем быть специалистами, глубокими специалистами во всех науках, но иметь представление о том, куда продвинулась наука за последние годы в различных областях – это в некотором смысле наш долг, чтобы просто не отстать от времени. Я вспоминаю, как, будучи студентом, мы искали не только учебники, собственно, учебники нам выдавали в библиотеке нашей, а были такие книжки, которые выходили когда-то, их было трудно достать, только у букинистов они очень расширяли наш кругозор и позволяли иногда дополнить учебники такими знаниями, которых в учебниках не было, и были иной раз даже удобнее и лучше рекомендуемых учебников с точки зрения познания области и кругозора. Вот, например, я недавно смотрел, что есть в нашей библиотеке «Нонфикшн», с удовольствием обнаружил там книгу, достаточно старую, правда, книгу, но не стареющую книгу, Андрей Анго «Математика для электро- и радиоинженеров». Вот такая околонаучная книга с очень хорошим описанием электротехники, с точки зрения математики. Мы в свое время эту книгу у букинистов за бешеные деньги покупали, вот здесь я ее и нашел. Вот, ну это так, для примера, для описания области «Нонфикшн» и ее важности, да. Давайте пойдем дальше. Большое количество библиотек подключены к нашей вот этой вот системе, пользуются ей. Большое количество издательств, вот здесь только некоторые из них популярны, издательства «Дарм», «Ман Иванов Фербер», «Проспект», «Попури», издательства «Этерна» и так далее. Ну и, разумеется, и, собственно, наше издательство «Директ Медиа» тоже присутствует, в большом количестве присутствует здесь. Кроме, собственно, «Крик», в составе библиотеки «Нонфикшн» находится большое количество периодики. Вот здесь написано 300, я думаю, что сейчас уже гораздо больше актуальных тематических журналов с глубиной архива до пяти лет. Ну и вот дополнительная возможность интересная. Это имеется более 2400 аудиокниг. Аудиокниги – это, конечно, особый разговор, потому что они позволяют… ну, это совсем другое медиа, несмотря на то, что это медиа, производная от книги, оно имеет гораздо больше возможностей, таких как потребление этих текстов в транспорте. Потребление… этими книгами могут пользоваться люди с ухудшенным зрением, для них это в некотором смысле замена книгам для слепых, которых не так много выпускается. Вот, поэтому это тоже очень существенный момент, и его надо знать. В составе библиотеки «Нонфикшн» есть раздел, который называется «Тематические коллекции». Тематические коллекции в том ином виде присутствуют во всех наших продуктах, я с удовольствием всегда рассказываю про этот момент, потому что он мне сам очень нравится. Тематические коллекции, сейчас их около 180, они посвящены… это выборки, профессиональные выборки литературы, содержащие от нескольких десятков до нескольких сотен книг по какой-то конкретной вполне теме. Иногда очень точечная тема, иногда тема более расплывчатая. Области знаний – это история, философия и естественные науки. Некоторые жанры свободные. Книги к каким-то историческим событиям. Вот, например, коллекции к годовщине начала Первой мировой войны, революции Пятого года, февральской революции. Вот такого рода тематические выборки. Интересны они тем, что, конечно, если тема ваших интересов, точнее, тема интересов читателей ваших в той или иной степени пересекается с этой темой, то, ну или, например, учащиеся приходят и ищут темы для рефератов, литературу для рефератов, для эссея и так далее. Может быть, даже для дипломных работ. Вот если их интересы соприкасаются с вот этой вот тематикой, то это прямое попадание в точку, потому что это работа глубоких специалистов в этой области, которые отобрали литературу по… ее не всегда поиском можно найти. То есть тут очень большие и хорошие подборки, которые попадают прямо в точку. Поэтому я советую об этой возможности вашим читателям сообщать, и чтобы они ей пользовались. Вот, собственно, да, вот, собственно, наверное, все, что про тематические коллекции я хотел сказать. Внизу, несмотря на то, что, как я говорил, наш интерфейс достаточно прост и понятен почти с первого раза, внизу в подвале сайта находятся две инструкции. Инструкции для читателя. Ну и если вы вошли в библиотеку, зарегистрировались в роли библиотекаря, то еще появляются инструкции для библиотекаря. Они очень коротенькие, на пару страниц всего, так что их можно скачать и сразу начать пользоваться. Ну, собственно, я сегодня в некоторой степени их и повторяю. Чем характеризуется интерфейс пользователя, то есть читателя? Любую книжку он может сначала полистать, а далее, если она еще не находится в фонде вашей библиотеки, отправить заявку на ее подключение к этому фонду. Что при этом происходит в кабинете библиотекаря? Вот в кабинете библиотекаря есть ваш профиль библиотекаря и в нем есть такая настроечка порог одобрения заявок на подписку. По умолчанию здесь стоит, обращающее внимание, по умолчанию здесь стоит порог одобрения заявок на подписку при цене книги до 1000 рублей. Что значит цена за книгу? Это не цена единичного экземпляра, тем более не цена одного чтения или одного доступа. Это цена подключения этой книжки к вашему фонду. Вот здесь пришло время сказать, что это за такой способ формирования фонда. подключая нашу библиотеку, вы получаете потенциальную возможность использовать все 60 тысяч книг. При заключении договора, договор заключается на какую-то сумму. И после этого с вашего счета деньги списываются по мере того, как книги будут использоваться. Вы можете самостоятельно, своими силами, в самом начале вашего использования времени договора подключить какое-то количество книг в общий фонд. Ну, вы знаете, что эти книги популярны, их обязательно будут использовать. А какую-то другую часть, либо эта часть может быть соответствовать 100%, вы можете оставить на выбор читателям. И далее происходит следующее. Если читатели выбирают какую-то книгу для чтения, и вот здесь вот как раз про установку порога, и вы можете этот порог вообще ликвидировать, и тогда вы будете акцептовать каждую книжку. То есть запросил читатель какую-то книгу, вы ему разрешили или запретили, потому что эта книжка, на ваш взгляд, только ему нужна или очень дорогая. А можете выставить порог автоматического акцепта, что означает, что, например, на книги дешевые, ну, например, до 400 рублей. Вы даете право читателю самому эту книгу добавить, и не акцептуя, она попадает в фонд вашей библиотеки, и становится доступная всем. Если дороже, то вы тогда эту книгу должны подтвердить, как в своем личном кабинете. Вместе с вашей подпиской вы получаете любое затребованное вами количество логинов и паролей для ваших преподавателей. Количество человек, количество логинов и паролей в данной модели оплаты не является ресурсом. То есть сколько хотите, столько и получите. Единственное, что надо понимать, что если у вас очень много читателей, и вы пользуетесь автоматической подпиской, то они достаточно скоро исчерпают ваш ресурс, ваши деньги в вашем личном кабинете. Вот. Как выглядит... Да, вот так вот выглядит порог на добавление заявки. Тут можно выбрать любые значения с шагом 100 рублей. Ну, а и как это все выглядит с точки зрения вашего личного кабинета? Вот. Выглядит примерно так. У вас есть в вашем личном кабинете вкладка, которая называется «Запрошенные книги». И в ней вся история запросов со стороны ваших читателей на подключение книг. И здесь вы видите, что... Вот пример такого кабинета. Вот, например, первая книжка. «Есенин. Публицистика». Статус одобрено. Вот. И вы... Этим вы дали понять, что... Да, кто-то запросил, а вы подтвердили. И с этого момента книжка находится в вашем фонде. Далее. Вот какая-то книжка. Достаточно явно, что она мало нужна будет, скорее всего, одному единственному человеку. Да еще и стоимость большая, на ваш взгляд. Поэтому эта книжка отклонена. То есть вы отклонили ее... Ее прочитать не удалось читателю. Вот. Ну и есть книги, которые в настоящий момент ожидают подтверждения. Это то, что вот-вот только-только было запрошено, но вы еще решение не приняли. И здесь вы можете нажать на галочку и подтвердить запрос, либо нажать на крестик и отклонить запрос. Вот и вся... Вот и вся мудрость в этом интерфейсе. Ничего в нем такого мудреного нет. Вот все достаточно просто. Да, вот здесь вот видно все три варианта, которые возможны. Это отклонение книжки, одобрение... Ой, прошу прощения. Мышкой трудно рисовать. И ожидание. Вот как-то так. Что еще есть в кабинете библиотекаря? Есть статистика. Статистика позволяет посмотреть, какие книги пользуются большим спросом и меньшим спросом. Разумеется, эта статистика, она интересна, например, в момент продления договора, когда вы хотите подрихтовать ваш библиотечный фонд. Что-то можете удалить, что-то по умолчанию оставить. Вот принять решение. Вот здесь, скорее всего, какой-то длинный хвост книг, которые запрошены редко. Если вы видите, что какие-то книги были запрошены один-два раза, можете посчитать, что они лишние в вашем фонде, потому что они неадекватно потребляют ваши ресурсы, и удалить их, и впредь, например, их уже не разрешать, их подключение. Таким образом, эта информация для того, чтобы оптимальным образом ваш фонд управлять вашим фондом. Сам фонд библиотеки, полный его список, можно посмотреть вот на вкладке «Фонд». Ну и полный список читателей, которые зарегистрировались, можно посмотреть во вкладке «Читатели». Это, если по-учебному говорить, хотя это слово не очень люблю, ваш контингент, то есть те люди, с которыми вы работаете, которым вы раздали логины и пароли. Ну, обращаю ваше внимание, что, конечно, еще важно до читателей донести саму возможность получить у вас логин и пароль, то иначе иногда бывает так, вот берут у нас на пробное подключение или даже уже не на пробное подключение и считают, что все выполнено. На самом деле, конечно, есть еще процесс внутреннего пиара, когда вы должны до читателей довести, а что же, собственно, у вас есть, какие электронные ресурсы и как ими пользоваться. Да, я совсем забыл вам сказать, что все таблицы, которые я вам показал, их можно выгрузить в виде таблицы Excel и анализировать уже на своем рабочем месте более подробно и как-то принимать решения на основе тех возможностей, которые подставляет Excel. У нас есть возможности для мобильного чтения. Ну, конечно, для управления библиотекой это неудобно, а вот для самих читателей это суперудобно, потому что, ну, во-первых, не надо идти в саму библиотеку, об этом я уже не говорю. Конечно, с десктопного компьютера возможно все это смотреть из дома, но не только с десктопа, но и с любого гаджета, с телефона или с таблетки, с блокнота. Вот, все это посмотреть можно, и есть два варианта для этого. Простейший вариант – это мобильная версия сайта. Для этого надо просто дописать буковку «М» вот здесь. Вот к тому адресу, который вы видите в чате последний, «LibBiblioClub.ru», надо просто дописать букву «М». «LibBiblioClub.ru», и в этом случае вы попадаете на мобильную версию сайта. Либо можно скачать бесплатное приложение, оно удобнее. Для всех платформ оно есть, для Android, iOS, Windows. Мобильное приложение так и называется, «Библиотека Non-Fiction». Вот, и пользоваться тогда им, там такая более удобная читалка. Вот, читалку я здесь вам не показываю, она традиционная, она очень похожа на читалку EBS, только более простая, без всяких дополнительных возможностей, которые при простом чтении книг редко, редко бывают нужны. Теперь по поводу подключения. Кроме пробного подключения, которые действуют несколько месяцев, которые каждый из вас может у нас заказать, мы предлагаем вам заключить безденежный договор с сроком на один год на доступ к Золотому фонду научной классики в электронной библиотеке Non-Fiction. Это доступ к любой неправной литературе на целый год и бесплатно. И если вы потом решите подключиться к библиотеке уже серьезно, то, то есть на платной основе, то вам достаточно будет заключить дополнительный договор, договор к этому договору и пополнить счет. Вот и все. Заново договор заключать не надо будет. Как производится подключение? Пишите заявку на наш общий адрес менеджер Директ Медиа Ру, называете свою библиотеку, контактное лицо, мейл, телефон и количество пин-кодов, логинов и паролей, которые вам необходимы. И вас перенаправят к вашему менеджеру. Менеджер проекта в настоящий момент Алексей Архангельский. Вот его координаты. Можете записать и обращаться. Непосредственно этот человек, который держит всю главную и наиболее свежую информацию о библиотеке Non-Fiction. Вот, собственно, и вся такая информация по библиотеке и несколько общих слов в самом конце уже про Директ Медиа. Я вот в конце каждого своего выступления теперь вот этот слайд даю. Напоминаю, сейчас я эту дам ссылочку вам в чат. Напоминаю, что мы проводим такую акцию. Мы хотим, чтобы нашими спикерами в Директ Академии стали бы и наши постоянные слушатели. Поэтому мы предлагаем вам предложить свою тему для вебинара и стать нашим спикером. Вот после того, как эту табличку мы с вами будем заполнять до мая месяца. Предлагайте свои темы, предлагайте себя спикерами. Предложение темы является одновременно и предложением себя в спикеры. Где-то в мае мы будем обсуждать эту табличку и будем голосовать за лучшие предложения. После этого в июне мы дадим слово победителям и вы сможете провести в Директ Академии свой собственный вебинар. Использовать нашу аудиторию для, может быть, продвижения своих идей или просто ознакомления со своими какими-то хорошими идеями. Получите запись вебинара в любой удобной вам форме. Ну и на нашем канале она будет храниться. То есть собственный какой-то внутренний или внешний пиар для каких-то своих собственных задач. Так что, пожалуйста, используйте эту возможность. Вот, я думаю, что это интересная для вас возможность. Да, ну и, разумеется, доступ к нашей рассылке. Мы вас точно так же ваш вебинар пропиарим, как и любые другие вебинары, которые у нас проводятся по всем нашим каналам. Вот. Ну и последнее. Не буду долго на этом задерживать внимание. Воспользуюсь случаем, чтобы немножко рассказать о себе. 6-го, уже очень скоро, во вторник, начинается мой учебный курс, который называется «Профессиональная разработка электронного учебного контента». 2018. В четвертый раз проводится этот курс. Это самый популярный мой курс. И один из самых популярных курсов компании «Ракурс», который, собственно, является организатором этого курса. Если вы серьезно занимаетесь проблематикой учебного контента, электронного учебного контента, приходите ко мне на курс. Будет интересно и научитесь многому интересному. Ну что ж, вот на сегодня и все. Сегодня у нас, как я и обещал, вебинар не очень длинный был. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте либо мне сейчас, либо тут, наверное, важнее не мои координаты, а координаты Алексея. Можете их записать. Можете скачать, как всегда, презентацию у меня в ресурсах, у нас в ресурсах. И оттуда взять эти координаты. Можете просто записать. Вот. Ну что ж, я могу только на этой ноте еще раз пригласить вас в нашу библиотеку Nonfiction. Подписывайте, если пока вы ничего о ней не знаете. Запросите пробное подключение или заключайте безденежный договор. Попробуйте, ну а потом примите решение. Вот. Многие уже приняли решение, используют и довольны. Если вам интересно еще раз это услышать вживую, 14 февраля в Некрасовке, кто из вас в Москве, можете прийти, будет конференция или семинар, пока не знаю статус этого мероприятия, где вот владельцы таких ресурсов будут рассказывать о себе. В том числе буду и я присутствовать и уже очно расскажу. Ну, буду, правда, говорить примерно то же самое, что и сейчас. Вот, коллеги, спасибо большое за присутствие ваше. Встретимся на новой неделе. Неделя, напоминаю, у нас будет очень интересная. Повторюсь, вот еще раз, вот мне очень приятно просто сказать, что на следующей неделе у нас только спикеры женщины будут. Татьяна Телегина, Марина Эйрштейн, Елена Локтева, которую я с большим удовольствием пригласил быть спикером у нас. И очень популярный у нас тоже спикер Марина Орешко. Кстати, ее вебинары, она будет в пятницу, ее вебинары, кстати, если вебинары Татьяны Телегиной собирают больше всего участников на самом вебинаре, то вебинары Марина Орешко наиболее популярны на Ютьюбе и количество посещений записей вебинаров, оно рекордное по сравнению с другими нашими спикерами. Ну что ж, коллеги, большое спасибо. Приходите на наши вебинары, будет интересно, будут новые интересные люди. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok